Всем привет, ребятки! С вами Лилит. Ну, как я и сказала, что у нас тут немножко затопление нашего дома идёт. То есть из укрытия мы выходим, потому что тут уже у нас вода во всём море бушует. Не знаю, преодолеет ли оно отметку нашего дома, что будет дальше. Тут, кстати, бывает, вот на этом острове, кстати, бывает, что тебя респаунит. Бывает, респаунит некоторых созданий, но, надеюсь, что маленьких. Вот, так что, если что, они либо уплывут отсюда, потому что, ну, вряд ли они будут со мной тут тягаться сейчас размерами. Потому что я тут вечно сторожила постоянный житель на этом острове, вот. И это, кстати, жила какая-то большая опата. Не знаю, кстати, где она сейчас. Ну, может, мы с ней просто не встречаемся, не пересекаемся, и слава богу, я хочу вам сказать. Так, ну и что в итоге-то там? Нас затопило или что? Или как? Да, смотрите. Наш домик подзатопило. То есть там сидеть под укрытием уже сейчас нельзя. Но ветер всё равно плохой. Неприятно, конечно, это всё. И вот здесь, как нигде, наверное, пригождается ветка выживания. Да? Ну, поставил ещё лечение себе, вкачал, улучшает скорость исцеления. В принципе, оно везде поможет. Почему бы и нет, раз всё к этому шло, раз всё шло к лечению. Ну, немножко ушла в урон тоже. Прирождённый пловец, естественно. Скорость вообще, не знаю, нужна, не нужна. Ну, пока нет. Качаю всё, что по нужде, как бы. По первой необходимости, то и качаю. Вот. Посмотрите уже, сколько моря здесь. Всё, весь мой домик, оно поглотило, кстати. Нехилый такой прилив. Вот, кстати, вот этот вот камушек, я хорошо помню, потому что мы в своё время, когда ещё Бермуда начиналась, мы тут играли, и был наводнение. Я пряталась за этот камушек от МОЗы. Тут МОЗы приплывали к нам, хотели нас слопать. Тут, кстати, даже нет укрытия что-то. У этого камня, а, вот немножечко есть, да, укрытие, но с другой стороны. А мы вот здесь вот где-то стояли. Если хотите, найдите старые выпуски по Бермуде, там самое первое видео. Мы выживали на этом острове, было наводнение, и к нам приплыли там МОЗы. Мы пытались, пытались всё-таки выжить, и мы выжили, кстати. Спойлеры, спойлеры. Но это было забавно, как это всё проходило. МОЗа там кого-то прикусила за хвост, кого-то утянула под воду. Ну, это было жёстко вообще. Короче, отмотайте, посмотрите. У Рекси тут всё усугубляется в том плане, что он проглотик же, он растёт, и по мере своего роста он всё больше хочет кушать. Вот. И из-за того, что ему надо больше кушать. То есть каркас, он должен, после единички, по-моему, он постоянно ходит и ищет себе еду. Вот. Но это если вот жердяй себе не вкачивать, вот этот дебаф, да, с ним хотя бы можно передохнуть. Но тогда придётся уходить в крепкий желудочек, что я и сделала. Вот. Но я сделала по другой причине. Смотрите, как нас отрезало, да. Хотя ещё недавно мы тут могли спокойно перейти. И на моём острове нет каркасов. У меня падает желудок. Понимаете? Ну вот вам сами по себе вот эти вот какие-то испытания для выживания, они сами по себе откуда-то вот набираются, приходят, да. потому что, блин, каркасов нет. Есть хочешь. Что делать? Хоть в море ныряй за ними. Море я тоже, кстати, не чувствую. Рыбу только чувствую. Нет каркасов, ребятки. Что будем делать? Помирать? Не, обычно ещё не было такого. Вот я решила записать. До записи я же тоже поиграла. И тут не было такого, что прям не было, не было каркасов вообще. Какие-то старые там. Всё равно что-то было. Другое дело, да, что тебе плохо станет от них, потому что ты не вкачал себе падальщика этого. Нету, ребятки. Мы сейчас отрезаны, отрезаны этой, получается, в нашем море. Так, надо опять их как-то взять отсюда. А то они под морем окажутся. Не взяла, да? Взяла. Молодечка. Я учусь! Какие-то я съедаю, получается, да? Ну вот, набрала букет одуванов, несу их себе туда повыше, потому что тут их сейчас затопит, и всё. А мне, например, нужны будут одуваны, а где их достать? Там я, допустим, всё съела. То есть, ну вот, о таких вот деталях начинаешь задумываться, потому что на большом острове всё в достатке. Ты там... Так, ну тут нет, да? Пойдёшь в другую местность. Ты, допустим, знаешь, где они ещё цветут. А вот на островах, хочешь не хочешь, придётся как-то вот что-то выживать, придётся как-то стараться выкарабкиваться из этого положения. Мне, к тому же, тут скоро уже наскучит вода. Мне придётся... Не знаю. Баф-то я уже не смогу получать, да? Для бафа мне придётся, из-за бафа придётся на другой остров, наверное, плыть. Кстати, она же это... Да, вода ему начинает загрязняться. А у меня же крепкий желудок, да? Да, он уменьшает количество водноотравлений, полученных из загрязнённого водоёма. То есть вот эта вот ветка выживания, она действительно ветка выживания, и она пригождается где-то на вот этих необитаемых островах. Это здорово, ребята! Потому что её обычно, ну, шибко не качают вот это вот всё. Качают вот ветку атаки красную. Вот. И как бы остальные ветки, они без надобности, что ли. Но вот именно на островах тут вот они очень даже пригождаются. Особенно ветка выживания. Насчёт зелёной ветки я не знаю, где она может приходиться. Может где-то, если жить на скалах, как козёлчики, там высота прыжка, вот это смягчение падения, там что-то такое. Так, погода у нас стала прекрасной, всё развеялось, но нам по-прежнему нечего есть. Вон там вот что-то, что-то красное там вот. и мне надо как-то туда пройти, дойти, как-то это слопать. Не знаю вообще, реально ли. Потому что у меня тут больше нигде ничего нету. Ну, без пловца, как вы понимаете, тут будет худо, короче. Хотя пловец относится к зелёной ветке больше. Так, никого тут нет. Ну, дебаф вот он никуда не девается, как я вам и говорила в водном рексе. Не знаю, выйдет водный рекс вперёд или вот это выйдет вперёд. Но, как вы можете заметить, что дебаф никуда не девается, просто комфорт не падает. Просто не падает комфорт. В принципе, тут всё. Можно перейти, переплыть. Может быть, напряг с мозиками, да, конечно же. Ну, тут вот щекочут нервишки, конечно, эти переплывы все. В водный рекс это, конечно, получше, чем полностью сухопутный, там, вкачанный ветку урона, да. Но всё-таки, всё-таки, по сравнению с тем же крономозой он не особо, мне кажется, справится. Ну, вот тут, видите, какой-то огрызочек, да, вот тут тоже есть цветы. Можно их набрать нам. Так, опять я их ем, вместо того, чтобы их набрать. Ой. Ну, всё, нас ведь вообще не то набрала. Ты чё? Разносчик цветов, что ли, у меня? Ты их возьми, а не ешь. Да не то ты берёшь, господи, тут растения сплошные. Ну, как вы видите, у меня ещё всё осложняется тем, что я не умею подбирать эти цветы. Всё взяла. Набор цветов просто. Посмотрите, кто-то вот пришёл, да. Цветы заказать девушке. Вот такой букетик вас устроит, молодых людей. Так, ну и я, естественно, естественно, умный в гору не пойдёт прям. Надо как-то по островкам лучше передвигаться, так надёжнее. Тут не очень глубоко, поэтому большие водные монстры сюда там не залезут, я думаю, не проберутся. Вот тут вот уже есть глубина, да. Но всё равно видно же, видно вот это вот дно. Тащу такую вереницу. Так, ну вот смотрите, у меня, я накушалась, у меня даже дебаф не вылетел, потому что по мере того, что растёт Рекс, он не наедается одним каркасом уже, ему предстоит всё больше и больше ему хочется каркасов поглощать. Вот, поэтому, наверное, придётся ещё немножко в падальщику ходить, потому что придётся вообще все каркасы вообще кушать. Какие будут. Ну, как вы видите, тут не густо вообще с каркасами. Так, всё несу в своё место, да. Тут у меня клад. Клад полезных цветов. Всё. Вот так вот, дом обустраиваю. Так, вот у меня уже плохо. Капелька набирается уже, видите, вода уже наскучила мне. Ну, слава богу, минули наводнения, потому что было бы тяженько. Наводнение тут, конечно, сложно выжить. Я думаю, тут, наверное, нереально выжить, если будет прямо такое глобальное какое-то наводнение. Такое, где даже большие острова под воду почти уходят. Вот. Так, ну вот. Один из дней. Ещё один из дней, да. Робинзон Крузо. Где-то на песочке там когтями своими помечает, что вот он выжил. Ему удалось. Ребятки, тоже попробуйте вот это вот Робинзон Крузо. Робинзон Рекс, скажем так. Это забавно может быть. Вот. По крайней мере, препятствия вам самим, ну, какие-то создаёт природа, да. Тут вот из-за дефицита всего. Из-за того, что вот засуха может быть, да, озёра пересыхают. Каркасов нет. Бафы вам негде взять просто. Вам придётся перемещаться между островами, от непогоды как-то прятаться. Вот. И ветка выживания здесь очень даже хороша. Вот, давайте тут вот с вами уляжемся. Ой, блин, тут опасно, мне кажется. Тут могут моза меня подобрать легко, какие-нибудь большие. Надо чуть подальше, чтобы пока она ко мне приплывёт, ой, приползёт, всё-таки я смогу её покусать, что ли. Вот, что вам хотела сказать. Ну, тут вот нет боковых расстояний таких, при которых она может выпрыгнуть, меня схватить и перепрыгнуть, да. Всё-таки он широкий такой остров, жирненький, как и я, в виде рекса. Вот. Не знаю, бывают ли тут пожары, возможно, нет, потому что, ну, они отдалённые, маленькие острова, какие тут могут быть пожары, непонятно. Ну, если молния долбанёт, вот, тогда будет вообще жесткач, потому что деваться будет некогда, ребятки. Хоть на те, вон, валуны уплывай. Ну, если придётся, то уплывём, чё ж делать-то. Кстати, было бы забавно, да, оказаться на валунах, преследуемыми мозиками, конечно, это жёстко. Так, вот я опять уже хочу есть, обратите внимание. Так, у нас тут прекрасный закат, прекрасный закат. Сейчас мы немножечко полежим, встанем и пойдём на поиски новой пищи, да. Вот, мы можем оглядеть все острова. Ну, здесь я себя чувствую более спокойно, более безопасно в плане других игроков, конечно же. Но всё равно приходится выживать, всё равно приходится выживать. Ты борешься тут с погодой. И это не самая простая битва, хочу я вам сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лид. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!